Вот и новый исторический максимум Эфириум. 3 апреля котировки второй по капитализации криптовалюты Эфириум достигли отметки 2146 долларов. А это новый выпуск Форк Ньюс. Меня зовут Ефим, поехали! Помните, Nvidia заявили, что их новые видеокарты RTX 3060 будут защищены от майнинга? В компании заявили, что хешрейт десктопного графического процессора RTX 3060 будет сокращен вдвое. Такое решение Nvidia объяснила желанием ориентировать модель на потребности геймеров и утверждала, что обойти защиту невозможно. Энтузиаст из Южной Кореи доказал обратное. Он собрал ферму из 7 видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060, обойдя ограничение хешрейта для майнинга Эфириум. По словам майнеров, в совокупности видеокарты потребляют 1020 Вт. С учетом затрат на электроэнергию ферма приносит около 32 долларов в сутки. Тем не менее, энтузиаст не уточнил, как ему удалось обойти защиту. В комментариях к посту пользователи предположили, что ферма может работать благодаря использованию коммутатора PLX. Однако, такая сборка потребляет большое количество энергии и при длительной работе сильно нагревает видеокарты и нагружает материнскую плату. Разработчики онлайн игры Call of Duty обнаружили, что один из популярных читов Warzone является вредоносным ПО и позволяет хакерам контролировать компьютеры жертв. Чит устанавливает программу CodeDropper версии 0.1, который в дальнейшем загружает другие зловредные приложения. Одна из целей хакеров использовать мощные графические процессоры геймеров для добычи криптовалюты. Программа распространяется на хакерских форумах под видом бесплатного необнаруживаемого чита, который якобы предоставляет пользователям различные преимущества в игре. Что тут еще добавить? Достойное наказание всем любителям читов. В ближайшие месяцы платежный гигант PayPal предоставит пользователям возможность оплачивать покупки биткоином, биткоин кэш, эфириум и лайткоином в 29 миллионах торговых точек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на готовящееся заявление компании. С 30 марта функция доступна жителям США. В момент совершения покупки пользователи смогут конвертировать криптовалюту в фиат. Впервые клиенты смогут беспрепятственно использовать хранящуюся в кошельке PayPal криптовалюту так же как кредитную или дебетовую карту, заявил в комментарии изданию CEO компании Дэн Шульман. Более того, он добавил, что PayPal не будет взимать комиссию за транзакцию при оформлении заказа с использованием криптовалюты. Для каждой покупки клиент сможет использовать только один вид монеты. Вот, пожалуйста, а то всякие скептики пишут, биткоин не деньги, ничего нельзя купить за биткоин. Можно? В январе-марте 2021 года первая криптовалюта прибавила в цене 102,93%. Это наилучший результат за 8 лет и один из пяти наиболее позитивных квартальных итогов. В первом квартале 2013 года биткоин подорожал на 539%, что объясняется низкой базой. В тот момент котировки не превышали 100 долларов. Март 2021 года продлил растущую серию биткоина до 6 месяцев подряд. Цена превышает психологический уровень 50 тысяч долларов на протяжении последних 30 дней. По итогам первого квартала 2021 года биткоин выглядит привлекательнее традиционных активов. Особенно заметно расхождение первой криптовалюты с золотом, которое за этот период подешевело на 10%. Второй квартал традиционно благоприятное время для первой криптовалюты. С 2013 года снижение котировок наблюдалось трижды и не превысило 7,7%. Растущая динамика шесть раз в диапазоне с 7,6% до 159,4%. А на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А мы с вами скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok